Прежде чем мы изучим еще несколько команд, я дам вам немного советов по тому, как быстрее вводить команды в терминал. Итак, если мы уже ввели несколько команд, то переместиться по истории этих команд можно при помощи стрелочек вверх и вниз. Притом терминал помнит и команды, которые вводились до его закрытия. Чтобы перемещаться внутри команды, используем стрелочки влево и вправо. Например, можно переместиться в середину и поменять одну опцию на другую. По Ctrl-L перейдем в самое начало, по Ctrl-E в самый конец строки. Чтобы скопировать текст в терминал или внутри терминала, то выделяем его мышкой и нажимаем Ctrl-Shift-C, чтобы вставить Ctrl-Shift-V. Наконец, терминал довольно умный, и если мы ввели команду немного странно, то есть где-то ошиблись, то он может предложить исправить ее. Тогда он задаст следующий вопрос и предложит варианты ответов. Либо нет, тогда будет выполнена та команда, которую ввели вы. Либо да, тогда будет выполнено предложение терминала. Либо A, abort, тогда никакая команда выполняться не будет. И, наконец, E, edit, отредактировать вашу команду самостоятельно. И последнее. При помощи клавиш Tab можно показать возможные варианты предложения команды. Например, можно ввести в команде ls часть пути, нажать Tab, и будет предложено, какие пути могут начинаться так, как вы ввели. Если мы нажмем Tab два раза, то выберется первый вариант из предложенных. Давайте попробуем все это на практике. Я ввожу команду ls и начинаю вводить ее аргумент. Нажав Tab, увижу, какие варианты продолжения. Нажав Tab еще раз, получу первый вариант, documents. Теперь я могу стрелочкой вверх открыть команду, которую я только что вводил. По Ctrl-L перейти в начало, сместиться стрелочкой и добавить опцию, например, минус L. Открываем опять команду, которую мы только что вводили. Если нажимаем еще раз стрелочку, то будет первая команда. Можно выделить, например, папку, нажать Ctrl-Shift-C и Ctrl-Shift-V. И, наконец, открываем команду еще раз, перемещаемся в начало и делаем ошибку. Терминал предлагает нам исправить ls на ls. Я нажму A, чтобы не выполнять никакую команду.